Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. А где я? А вот он, я в этих своих кущах, в том числе розовых кущах. И сегодня поговорим с вами о том, как правильно ухаживать за розами в второй половине августа, в сентябре. Розы, самое главное сейчас, должны хорошо подготовиться к зимовке. Чтобы розы хорошо зимовали, надо запомнить одно очень хорошее правило. Вот уже во второй половине августа, вот смотрите, вот у меня уже цветочек отцвел, да, вот здесь вот бутончик. Ой, вообще красота такая! Но я не удаляю вот эти вот плодики, вот смотрите, вот эти плоды я не удаляю. Удаление плодов во второй половине августа-сентябре будет стимулировать повторный рост розочек. А это нам совсем ни к чему, потому что при таком активном вегетировании в нашей морозной зоне с неустойчивой зимней температурой, розы могут просто очень плохо перезимовать. А если мы не удаляем эти плоды, то веточки роз очень хорошо вызревают. Для того, чтобы процесс роста вот этих вот шиповничков на розах, да, ну вот плодиков именно, не истощал растения в целом, его надо хорошо теперь подкормить. Самым лучшим осенним удобрением является аммонизированный суперфосфат или просто суперфосфат. Небольшое количество азота не вызовет образование жировых побегов, но все-таки пойдет на нужды роста корневой системы и на вызревание стеблей. Только чуть-чуть надо, именно аммонийного. Но, в принципе, это не так обязательно. Самое главное сейчас это фосфор. Вот возьмите двойной суперфосфат, ну, какое-то фосфорное удобрение, только не берите монофосфат калия, это очень дорого. Ну, неоправданно дорого, можно обойтись и суперфосфатом. Вот просто возьмите его, сделайте две луночки возле вашего кустика, можно лопаткой, можно ломиком, и буквально по пол столовой ложечки в каждую луночку засыпьте, и все, ваши розочки будут подкормлены. Этого запаса фосфора хватит и на осенний период, и на раннюю весну, для того, чтобы обеспечить фосфором в период раннего начала вегетации ваших растений. И все, какую еще замечательную подкормку необходимо сделать для роз, и как их защитить от болезней вот перед укрытием, я вам обязательно расскажу ближе к срокам, когда мы должны вот прям активно поухаживать за розами, для того, чтобы они наилучшим образом перезимовали. А особенно актуально это будет для плетистых роз. На этом я прощаюсь с вами, до самой скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok